Незадолго до начала масштабных лесных пожаров в области Абай была отключена одна из камер в Государственном лесном природном резервате Семиор-Мане. Об этом стало известно на правительственном часе в Можилисе. Выявлено порядка 20 укрытых фактов незаконной вырубки леса и его реализации. Однако подтвердить их коррупционный след не представляется возможным. По данным Генпрокуратуры, соответствующие дела были прекращены. Более 800 лесных пожаров было в Казахстане только за прошлый год. Причину почти треть из них установить до сих пор не удалось. Выгорело почти 100 тысяч гектаров леса. Это примерно как три зеленых пояса вокруг столицы или как 200 тысяч футбольных полей. Никаких кардинальных изменений после пожаров в Костанайской области, когда лесной огонь погубил пожилого мужчину и едва не уничтожил крупное село Аман-Карагай, не последовало. Более того, в резервате семей Ормана, где погибло еще больше людей, слило гнездо коррупции со всеми вытекающими. Что же говорят чиновники? Пожары были всегда вопросом в том, как ее оперативно обнаруживали и оперативно начинали тужить. Два фактора, которые влияют на площадь пожара. Это оперативное обнаружение и оперативное начало тушения. Вот два фактора, которые в совокупе дают результат в виде площади пожара. Поэтому сегодня из учеб мировой опыт мы как раз внедряем информационную систему управления пожарами. Я имею в виду систему раннего обнаружения пожарами, которая в мире уже показала свою эффективность. Напомним, трое руководителей семьи Ормана признаны виновными в создании ОПГ и получении от предпринимателей взяток на системной основе. Незаконные вознаграждения они передавали за санитарную вырубку леса. Руководители резервата осуждены на 10 лет. Аналогичный процесс прошел в ЭКО. Там осудили пятерых руководителей лесного хозяйства и двух бизнесменов. Бригады предпринимателей беспрепятственно рубили пихты почти год. Также в хищении леса подозревают должностных лиц природного резервата Ертес Ормана. Общественники уверены, что масштаб трагедии был бы гораздо меньше, не будь в Казахстане коррупцией. Поэтому эксперты отрасли не исключают повторения крупных лесных пожаров в будущем. Я попрошу вас запомнить эти леса такими, пока они есть. Особенно листа Восочного Казахстана. Ведь у нас есть все основания полагать, что именно там будет следующий лесной пожар. Давайте по порядку. Коррупция в управлении лесным хозяйством достигла таких невероятных масштабов, что даже стало предсказуемое. Сетевое издание Фондбюро расследования коррупции незадолго до пожара в Ертес Ормане публиковало информацию об удивительных родственных связях в его руководстве. Супруга гендиректора в районе Маслихати, мать бухгалтер-кассир, зятья работают в прокуратуре. Одна сестра работает в суде, другая помощник лесляка. Один брат егерь, другой имеет 8 судимостей за кражу леса. Конечно же, перед тем, как туда наведались силовые структуры, в резервате едва не сгорел лес. Притом, странным образом, как здесь уже было отмечено, оказалась отключена система обнаружения пожаров. Коррупционные схемы были выявлены и Антикором, и в семье Орманы, где сгорело свыше 60 тысяч гектар леса. Притом, эти схемы привели силовиков в минэкологии. Таким образом, вокруг казахстанских природных богатств годами ведется грязная игра. И до тех пор, пока в лесхозах не наведут порядок, леса будут гореть. Будет существовать угроза населенным пунктам, людям и животному миру, полагают эксперты отрасли. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.